Доброе утро, я Дмитрий Потапенко, это программа Мое Дело, если вы забыли, напомню, у нас совет директоров. Доброе утро, просыпайтесь, заходите в кабинет, присаживайтесь, рассаживайтесь, будем слушать важную тему. Сегодня очень важная тема. Она посвящена чему? Когда же эти подонки успокоятся? Нет, это не я там что-то гадостное сказал в эфире, нет, у нас тема, ритейлерам запретят брать дополнительную плату с поставщиков. Ну кто у нас все поднимает цены в магазинах, во всех, неважно, каких там трусами, носками торгуете, кто поднимает? Конечно, подонки ритейлер. Не это, упаси Господь, это не налоги возросли, и даже не расходы на газ, свет и все остальное, что является псевдо-монополией, хотя это является просто государственным бизнесом, называя своими именами. Так вот, мы будем говорить о ритейлерам, запретят брать дополнительную плату с поставщиков. И напомню, те, кто хотят к нам подключиться и слушают нас в интернете, потому что сидят по-тихому в ушах в офисе, у нас есть сайт finam.fm, у нас есть наш телефон в студии 6510996, тема, я считаю, животрепещущая, поэтому пишите, звоните. Я сразу начну, до того, как начнется еще новостной повод, прочитаю сообщение с форума. Дмитрий, может, такой философский вопрос, но все же, в этот раз была показательная постановка, ну, там, чем-то под камерой, когда премьер смотрел колбасу. Сейчас что, похоже опять, что ли, подобное? И почему государство так любит излишний ритейл ставить в колено-локтевую позицию? Я буду переводить на литературный. Так как это будет так, как опять будем платить? Да мы потребители, а государство покажет заботу. Видал я в гробу такую заботу. Андрей, Санкт-Петербург. Жаль, не удастся послушать онлайн. Андрей, я зачитал ваше сообщение с форума. Подчеркну, оно не единственное. Те, кто думают, в общем, понимают, о чем речь. Ну, а пока что? Новостной повод, конечно. Правительство России согласовало поправки в закон о торговле, ужесточающие требования к торговым сетям. Как сообщил первый вице-премьер Виктор Зубков, на 23-м съезде Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов России они направлены на поддержку сельхозпроизводителей. По его словам, поправки ограничивают возможность торговых сетей брать с поставщиков дополнительную плату за реализуемую продукцию. Теперь их должна одобрить Госдума. Ну, первое, что я могу сказать, что, безусловно, я даже не сомневаюсь ни на секунду, что это будет принято. Более того, мы последовательно идем к тому, что будут ограничены торговые наценки. Они будут, вернее, не ограничены, а установлены. В общем, к чему привело это на фармрынки? Ну, те, кто хотя бы чуть-чуть побольнее, чем 40-летние ребята, то уже видят, что происходит в фармсетях. По сути дела, там просто исчезли дешевый товар. Ну, а для того, чтобы обсудить, может быть, я не прав, и есть какие-то другие постановочные вопросы, я пригласил к себе людей, которые расскажут о своей точке зрения на эту тему. У меня в гостях Алексей Мартыненко, генеральный директор и владелец компании «Малат». Если кто не знает такое, это сыры. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. У меня в гостях Дмитрий Парфенов, коммерческий директор сети супермаркетов «Алмит». Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. И мой любимый Валерий Покорняк, генеральный директор, основатель и основной совладелец фирмы «Алтан». Доброе утро, Валерий. Доброе утро. А если кто не знает, что такое «Алтан», это все-таки макароны. Мы, напомню, не называем здесь торговые марки по причине того, что, ну, в общем-то, маленькая реклама. Коллеги, первый вопрос. Простите, Алексей, к вам. Сколько сейчас стоит молоко? Молоко сейчас стоит порядка 17 рублей. За литр? За литр, да. Самый дешевый сыр сколько стоит? Самый дешевый сыр стоит, наверное, рублей, смотря какое, они разные. Ну, я понимаю. Рублей 150. Рублей 150. В сыра, скажем, молока в сыре сколько в себестоимости? Ну, разные есть. Ну, так вот, по минимуму или по максимуму? От 5 до 12 литров. От 5 до 12 литров? Да, да. Понятно. Я к чему эти все цифры привожу? Потому что у нас регулярно обсуждается слово «наценка». К сожалению, я могу сразу сказать, как только кто-нибудь из мудрых наших экономистов найдет в учебнике слово «наценка», я хотел бы на это просто посмотреть. Честно скажу, что как-то вот ни разу мне не приходилось. Валер, сколько сейчас стоит тонна пшеницы? Тонна пшеницы? Ну, порядок, плюс-минус километр. Ну, если мы говорим о мягких сортах пшеницы, она где-то колеблется от 4600 до 5200, в зависимости от классности. А если мы говорим о твердой, то она колеблется от 8 до 12 тысяч рублей за тонн. А макароны сколько могут тонну стоить? Макароны могут стоить, опять, в зависимости, если мы делаем из муки. Я надеюсь, что ты делаешь макароны из муки. Нет, я надеюсь, как раз я их делаю из крупки, из твердых сортов. Если мы говорим из мягких сортов, это группа B, то сегодня вообще там цены очень могут быть низкие. На полке пачка может стоить 500-граммовая, но даже 8-9 рублей. А если мы говорим из группы A, то есть это из твердых сортов, эта пачка не может стоить дешевле, чем 20 и выше, до 100 рублей. Окей. Дмитрий, напомню, коммерческий директор сети супермаркетов All Me. Давайте так, на чистоту. Чистая прибыль сколько? Ну, это сложный вопрос. Чистая прибыль сколько? Но хочу сразу сказать, что у сетей нет суперприбыли, о которых так говорят. Вы не аудированы. Понятно, что назови разброс, скажем так, процент, 10-20. Сколько ты как сеть зарабатываешь? Если мы говорим о нижнем правом углу, то мы где-то будем видеть там, понятно, 2-4%. Ну, собственно говоря, уважаемые мои радиослушатели, я просто могу вам сказать, что вот слово наценка, то, о чем очень много говорят большевики, вот я не просто так начал с опроса моих уважаемых коллег об их ингредиентах. Вот ритейл, будете сменяться, это тоже ингредиенты. Магазин, знаете, вот вам как All Me дарят магазин, наверное, и электричество, наверное, дарят, правда? Нет. А почему? Ну, вот так вот приходится. Мне кажется, вы приходите, там уже вот я... Скидки. Там уже просто вот стоят магазины оборудованные, там уже люди набранные, а вы просто вот забрали у Валеры там и у Алексея там сыры и макароны, поставили и наценили свои проценты, а все остальное это не ваши проблемы. Нет, все очень сложно на самом деле. Не так? Почему? Найти хорошее помещение очень проблематично. Мы в основном на московском регионе присутствуем. И, скажем, достатка в хороших помещениях, подходящих под современную торговлю, его нет. Это первое. Во-вторых, даже если ты нашел помещение, которое подходит тебе, и ты можешь как-то его спланировать, разместить там торговое оборудование, чтобы людям было удобно ходить в такой магазин, возникает вторая проблема – электричество. То есть, ну, это масса-масса-масса нюансов, которые нужно все учесть. И, ну, нет такого магазина, чтобы ты пришел и нет проблем. Ты вот нашел помещение, которое удовлетворяет всем запросам. Нет. И от того момента, как ты начнешь искать это помещение, до того момента, когда ты откроешь дверь для покупателей, ну, проходит колоссальное количество времени, за которое ты должен массу вопросов решить. Алексей, к тебе вопрос. Вот ты производитель. Ну, он, понятно, он подонок, барыга, я тоже. Я, кстати, так не считаю. Нет, нет, подожди, подожди, подожди. Да нет, так и есть. Я как и производитель, и как ритейлер понимаю, что все равно мы с ним оба барыги. Мы оба Дима, оба барыги. Подонки, спекулянты, навариваемся. Вот всегда я задаю этот вопрос всем своим коллегам-производителям. Хорошо, я сволочь, не вопрос, мне не помогают. Чем тебе государство помогло? Я просто хочу понять, может быть, тебе, там, не знаю, денег насыпали, каких-нибудь субсидий дало? Кстати, кроме шуток, субсидирует государство ставку процента по кредиту. Сколько? Ну, две трети где-то семь процентов субсидируют. То есть, если кредит ты берешь, условно говоря, под 10, тебе, хочешь сказать, семь процентов возвращают? Ну, под 10 не дают, там, дают под 14, но семь где-то возвращают. Понятно. Поэтому тут как бы, ну, речь идет о том, что это деньги целевого использования на молоко сельхозпроизводителя. А, то есть на закупку сырья, по сути дела. Ну да, да, да. Правда, не выплачивают уже полтора года, но... Слушай, подожди, тогда я не понял твоей фразы. Слушай, ты меня порадовал. Субсидируют, но не выплачивают. То есть, знаешь, как это в бухгалтерском отчетности. Ну да, вроде деньги на бумаге есть, а в реальности нет. Как говорил Фаин Георгиевна Раневская, которую очень часто ругали за употребление слова на «ж», она говорила, ну, вот странная ситуация. «Ж» есть, а слова нет. Валер, у тебя ситуация, тебе-то денег наливают? Нет. Как? Так, подожди, ну ты же производитель. Ты же, насколько я знаю, у тебя там такая практически вертикально интегрированный холдинг. Да, вертикально интегрированный, но дело в том, что кто выращивает пшеницу, это наши фермеры, хозяйства. Мы не являемся их владельцами, у нас с ними создана ассоциация, ей уже 16 лет. Поэтому они выращивают и их ставку финансируют. Да, так же, как сказал Алексей. Так же не выплачивают полтора года? Я думаю, так же не выплачивают, хотя здесь врать не буду, здесь не готов ответить. А переработчик, в общем-то, находится, ну, практически в той же ситуации, как ритейл, потому что я был в шкуре ритейла, была франшиза пятерочки, поэтому достается все то же самое, то есть только по полной. Нам еще, с одной стороны, достается от сельского хозяйства, что-то происходит, еще их датировать надо, да, потому что они... Ну, ты, по сути дела, их кредитуешь, насколько я себе понимаю. В какой-то мере, да, потому что, ну, мы не в Калифорнии, поэтому урожай раз в год, значит, да, это раз. А с другой стороны, конечно, мы работаем с ритейлом, которые, ну, у нас холодные, теплые отношения в зависимости, конечно, от региона, стороны, от продвинутости производителей. Поэтому от государства нет, мы... Более того, мы, Алтай, к сожалению, не можем до сих пор там до нас дойти газ, например, и мы работаем... Да как ты, подожди, я программа газификации, бабушка плачущая, я же по телевизору это вижу, бабушка, к ней мужики заходят, конфорка зажигается, это не в тебе? Нет, газ, 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 конечно, куда-то идет, но когда он дойдет вот до наших... Поэтому, на самом деле, конечно, все, что касается коммуникаций, вот, благо, что этот комбинат был построен в советское время, поэтому, в принципе, что-то... А если что-то сейчас строить, конечно, это просто жутко дорого. Слушай, а сколько сейчас стоит построить? Ты работаешь, по сути дела, на советских мощностях, причем сразу могу сказать... Нет, фабрика, это абсолютно новое производство, здесь оно рожденное было, ну, просто на базе. На базе, ну, то есть, условно говоря, туда были подведены коммуникации, да, фабрика, реально, ну, созданная с нуля. Да, вот, если бы... Фабрика, если мы говорим о фабрике, ну, такой приличной среднего, так сказать, и не только фабрика, а комплексы, леват, армельницы, ну, то 38-45 миллионов евро. Ну, вот, если вы хотите заниматься переработкой и при этом получать субсидии раз в полтора года и по 7% вам возвращать будут, вы можете обратиться к Валерию Покорнякову. В общем, он с большим удовольствием с вами поделится, как это происходит. А теперь, Дима, вернемся к тебе, поскольку ты главный сегодня специалист и главный подонок. За что ж ты берешь вот этих несчастных господ деньги-то? Вот почему ты, мягко говоря, с них трясешь какие-то там дополнительные платы за реализуемую продукцию, за рекламу, видимо? Почему ты это делаешь? Бери бесплатно. Ну, так, в общем-то, и я хочу сказать, что основная часть товара, она и берется бесплатно. Аж ты клевещешь, ты что? Ты о чем говоришь? У меня, правда, вчера, могу сразу сказать, в другом месте была на встрече председатель сайта директоров Конфаэля, она, вот мы с ней давно сталкивались еще там на конференциях, она говорит, а я вот бесплатно, утверждает, я вот читаю новости. Почему все-таки ты берешь? Лично, если говорить конкретно про Конфаэль, вот, допустим, я бы не взял бы Конфаэль бесплатно, потому что тот товар, который... Это не ваш сегмент. Он не востребован покупателям, его не будут, так сказать, на полках, не будут приходить и спрашивать, где Конфаэль. Но все равно, что вы возьмете Феррари к себе. И здесь, да, и здесь, если производитель хочет продвигать свою продукцию, то он говорит, что да, окей, я понимаю, что есть сложность определенная с ее реализацией, ее не будут расхватывать, как горячие пирожки, и тут он готов, как бы, скажем, часть тяжести по продвижению своего продукта взять на себя и каким-то дополнительным образом стимулировать. А, ну, я не знаю, если взять там тот же самый нарезной хлеб, батон, ну, это нонсенс, да, ну, кто будет брать за него деньги? Ну, а, например, молоко, вот у нас обычно любят говорить бабушкам, там, молоко за деньги берешь, небось ведь? Молоко-молоко рознь, да, есть пакет молока за 20 рублей, есть пакет молока за 70 рублей. Это понятно, давай сейчас оставим, у нас основное, это там, условная эмка, так скажем, за деньги берешь, гад. Завод подобного продукта в торговой сети нет, не за деньги. Есть дополнительные условия, да, которые... Это ты имеешь в виду размещение? Ну, размещение, там, масса всевозможных, там, какие-то промо-мероприятия, но... Объясни, зачем за промо-мероприятие ты берешь деньги? Почему ты не правишь промо-мероприятие бесплатно? Есть определенный сегмент молока, да, в торговой сети, есть определенный объем продаж его, да, и я понимаю мою маржу с этого молока, да. Я понимаю, что весь этот пирог молока, он разделен на долю между производителями, да. И когда один из производителей хочет вот эту долю от других забрать и продавать своего товара больше, тут у меня возникает вопрос, а почему я должен продавать, допустим, производителя А больше, чем производителя Б? Угу. Ну, собственно... Логично. Ну, это для меня логично. Так, уважаемые радиослушатели, если кто забыл, наш телефон в студии 65 10 99 и 6, сайт finam.fm, вы всегда можете нас набрать, и мы, соответственно, с вами пообщаемся в прямом эфире в любое время. Продолжаем. Алексей, рынок сыров, он весьма непрост, и достаточное количество так называемого белорусского сыра, в кавычках я подчеркну, и достаточное количество подделок. Насколько тебе легко живется с точки зрения, ну, легального производителя? Ну, на самом деле, это глобальная проблема. Ну, расскажи нам о ней. Потому что, я же всегда говорю, вот, знаешь, я встречаюсь вот с тобой, встречаюсь с другими людьми. Я просто хочу в товаропроводящей цепочке найти абсолютно счастливого человека. Я признаюсь честно, ищу последние несколько лет. Вот сам занимаюсь, хочу найти, кому вот, знаешь, вот энергокомпании знаю. Вот я был тут на совете директоров, выступал, знаю, там, открыл вентиль, денежка потекла, вентиль закрыл, денежка закончилась. Знаю еще что-то. А вот у тебя как? На самом деле, вы можете, как бы, увидеть сейчас счастливого человека, но не с точки зрения заработка, да, а с точки зрения того, что мы можем производить хороший продукт, хорошего качества, никого не обманывать, платить все налоги. Вот, поэтому это вопрос ощущения, так скажем, счастья. Счастье, понятно, это не в деньгах. А то, что касательно того, как конкурировать, конечно, это, в общем-то, непросто. Потому что, когда ты все делаешь легально и конкурируешь с теми, кто делает нелегально, ну, как бы, рынок такая вещь, что очень-очень сложно. Процент фальсификата сейчас какой? Я думаю, среди твердых сыров порядка 80%. То есть, по сути дела, весь рынок, назовем так, твердый. По сути, да. Если брендированные там сыры, они все-таки там следят за брендом, а вот так называемые там кормовые сыры, вот там, к сожалению, растительные жиры присутствуют очень многое. Самое главное, что никто с этим, в принципе, не борется. Почему? Подожди, но я вот вижу телевизионные программы, там не покупайте. Ну, телевизионные программы и реально, как скажем, действия, это разные вещи совершенно. Ну, а как же? И реальные заявления, политиков там заявления, и реальные действия, это разные вещи совершенно. То есть, мне что нравится в России, вернее, не нравится. Все говорят об этом, но никто ничего не делает. Ну, ты знаешь, если делать, то это надо, вон, к Диме, там, и приходить в ритейл, проверять. Ну, да, надо брать, проверять, делать анализы, смотреть, как-то наказывать. Это должно, ну, наказуемо быть, ведь там в Китае, по-моему, там, когда отравили детей, там директора молочного завода расстреляли. Вот, это все-таки, ну, такая вещь, серьезное здоровье людей. Абсолютно. Ну, у нас официально... Я не призываю к этому. Нет, это просто... Я уже догадаюсь, кто будет крайне. Да, просто вот Дима тут вступил, да. Мы прежде чем уйдем на короткую рекламу, я напомню, мы обсуждаем новостной повод, что ритейлерам запретят брать дополнительную плату с поставщиков, как говорит один из наших сенаторов, раковую опухоль надо обрезать. Я же не несу против, это он говорит особенно сейчас, собственно говоря, проиграв свой завод. То есть, он не смог выпустить качественную продукцию. Более того, по информации, которую я получил в бумажном виде Общества защиты прав потребителей, именно в его, извините, курятине, будем называть своими именами, самое большое количество химических ингредиентов. Это я, Дмитрий Потапенко, это программа «Мое дело», не переключайтесь, слушайте нас. Итак, мы продолжаем еще раз. Доброе утро тем, кто проснулся. Напомню, это программа «Мое дело», это Дмитрий Потапенко, и у нас совет директоров, мы продолжаем разговор. О чем мы говорим? О том, что ритейлерам запретят брать дополнительную плату с поставщиков, поскольку есть устойчивое впечатление и создающееся осознанно, что почему цены-то растут в магазине? Да потому что какая-то мифическая, вот пока мы не выяснили, какая мифическая, не в цифрах, а что такое мифическая надбавка, наценка в магазах. А все выясняем, выясняем и ждем того, кто окажется вот самым крайним. И вот перед тем, как мы ушли на рекламу, Алексей абсолютно справедливо сказал, что должна быть ответственность за фальсификат, а Дмитрий продолжил, что, в общем-то, мы знаем, кто будет ответственным в России. Дмитрий, кто будет ответственным в России, если у вас в магазине обнаружатся фальсификат? Ну, это, в общем-то, не секрет, что мы будем ритейлеры ответственны крайне. Потому что в последнее время, я не знаю, из-за чего это происходит, но мы все видим той компании, которая проходит по центральным каналам, когда показывают нехорошие сети, говорят, вот эти люди, которые там, у них сверхприбыли, 400% и все такое прочее. То есть какая-то нездоровая тенденция такая идет по... по показыванию сетей в каком-то таком вот черном свете невыгодном. Ну, а ты считаешь, что это тенденция последнего времени? Я, как твой коллега, у меня кажется, что ты не совсем прав. Вот я могу сказать свое мнение. Я вот разговаривал с несколькими представителями ассоциаций бизнеса, причем в том числе и не торгового, а вот производственного. Я говорю, ребят, вот ситуация, да, вот сейчас ограничат наценки. Все понимают, что пострадают все. Не пострадают только там ритейл, пострадают в первую очередь производители. Это все делается в интересах транснационалов, в игру транснациональной корпорации. Почему вы молчите? Он говорит, все у меня, абсолютно все там ассоциации говорят, ну, а что там, это только предвыборная риторика. Типа, а все будет по-другому. Я говорю, да, как же, как же. Вот тебе не кажется, что это, в общем, идет за последние сто лет никак, риторика не поменялась? Ну, что такое? Вот барыгу-спекулянт, который, заметьте, употребляю в речи, это же, в общем-то, из фильма у нас, такой хороший девушка-отец, барыга-спекулянт. Потому что спекулировал, там, чем-то перепродавал, то есть не услугу создавал. В общепит, кто там работает? Халуи. Может, это так идет? Безусловно, это есть и было всегда, и будет, но, скажем... А выиграют ли от этого потребители? Есть четко понятная тенденция того, что это идет по нарастающей, да? Ведь не было таких каких-то массовых компаний, никогда не приходили. Люди в масках в магазин не врывались, да, и не говорили, что здесь торгуют просрочкой. Ну, то есть это доходит уже до каких-то таких вещей а-ля цирк просто. Мой магазин как раз попал под эту акцию, там, вот, хрюши против, когда ворвались непонятно, непонятно кто, молодые люди, да, там, устроили беспорядки в магазине, пришлось вызывать там наряд полиции, их хорошо всех спаковали, увезли. Но потом выпустили. Ну, естественно, потом выпустили. Ну, крайне нездоровая тенденция, и зачем это нужно, зачем люди приходят в магазин, в общем, как бы покупка товара, это такой крайне интимный процесс, да, человек приходит в магазин, берет что-то, смотрит, там, нюхает, там, я не знаю, смотрит сроки годности, цену, выбирает что-то, да, то есть это такой процесс очень личный, да, и у нас заранее подготавливают покупателя к тому, что когда вы туда придете, вам там будет плохо. — Окей, Валерий Покорняк, Валер, у тебя на рынке фальсификата много? — А что-то вкладывается в понятие фальсификации? — Ну, в несоблюдение, скажем так, технологий. Я как производитель могу сказать, я вот вкладываю, если я произвожу там, у меня есть производство там нескольких направлений, если у меня не соблюдается технология. — А, не соблюдается. Ну, нам проще, потому что любые макароны — это перемолотое зерно, это или мука с водой, да, или перемолотое твердой пшеницы с водой. То есть в этом плане там у нас есть пропорции, зерно может быть там третьего, четвертого, пятого класса и так далее. Стандарт у нас есть ГОСТ, соответственно, есть ТУ, ну, в принципе, как у любой пищевки, да. Поэтому у нас трудно травиться этим продуктом, ну, в отличие, действительно, от мяса, молока, сока, значит, и всех остальных продуктов. — Ну, потому что, например... — Это моноингредиент, да. — Да, там Алексей все-таки брожение есть. — Другое вопрос, что в России как бы не запрещено делать макароны из муки, вот что, кстати, запрещено делать, ну, это с точки зрения пищевой ценности. То есть пищевая ценность макарон сделанных с твердого сорта пшеницы там в разы выше, поэтому Евросоюз, ну, как, сказать, такая культура более требовательна к пище своего народа, да. Вот, ну, такого нет запрета в Америке, там, ни в Северной, ни в Южной, ни у нас. Я тоже считаю, что не надо запрещать. Что касается вот того, что мы сегодня обсуждаем, я тоже, кстати, вообще против, как ни странно, значит, я... — Я поэтому и... — Да, я вообще против, вообще... Я понимаю, почему правительство это хочет сделать, потому что она далека от народа. — Не, ну, просто надо показать, в противном случае придется признать, что это они подняли цену, а как, зачем, лучше показать. — Нет, вот поэтому, как бы, люди, я думаю, они в магазин-то не ходят, значит, больше ничего. — Ходят, он с камерой. — А, ну... — Помнишь, там, колбаска, там, что-то такое, рыба. — Я думаю, что все-таки не они ходят, вот, значит, поэтому с этой точки зрения... Дело в том, что здесь правильно сказал Дмитрий, что это, надо не забывать, это место встречи. Магазин-то место встречи покупателя с продуктом, вот, поэтому он должен быть уважительным, значит, и мы... Я знаю, что в магазине, чтобы навести, вот, весь порядок и огромную матрицу, у кого-то 3 тысячи, у кого-то там 15 тысяч, у кого-то 35 тысяч наименований, да, это очень сложное дело, поэтому... А если мы хотим, конечно, сети тоже разные бывают, я согласен, но в целом можно воспользоваться опытом международным, вот. Мне кажется, запретительная мера должна быть, как правило дорожного движения. Вы знаете, у нас там, по-моему, два знака запретаны, да, там, и все, значит, ну, в правилах дорожного движения, я тоже здесь думаю. Здесь нужна прозрачность, потому что есть сети, которые действительно могут работать на 2-3%, а есть сети, которые работают даже на таких простых продуктах, там, значит, как и молоко, хлеб и даже макароны, вот, умудряются там делать на оценку 50%. Ой, а как они выживают, интересно? Да, вот так они выживают, значит, потому что, потому что, на самом деле, если они еще более-менее монополисты, то есть во Франции, в Италии, допустим, значит, сети обязывают на оценку печатать на чеки, значит, в Америке, плюс ко всему во многих штатах идет прямо в чеки, вы видите, федеральный налог, ну, НДС, допустим, и налог штата. То есть, кстати, чтобы тоже люди видели, что вообще-то, за что еще складывается цена. Поэтому, мое мнение, запретов должно быть вообще минимальное количество. Раз, и больше прозрачности, и все. Значит, по всему, от поставщика, который должен и обязан, согласно закону, там, ТУ, ГОСТ и так далее, соблюдать и быть наказан в случае если. Вот, и в том числе самой сети, которой выгодно быть прозрачной. Валер, а вот с точки зрения сбыта твоей продукции, на сегодняшний день, если в рамках именно там с бытовой стратегии сейчас сети-не сети, и вот для тебя какой процент? То есть, дистры и сети? Ну, нам легче, мы можем, да, действительно, мы продаем от Калининграда до Владивостока. Вот, поэтому, конечно, есть разные территории. Допустим, Санкт-Петербург очень сетевой город, да, там, значит, наверное, один из самых сетевых городов вот в России. Конечно, сети были, идут, и просто 2008 год их тормознул, немножко такая экспансия, но все равно не будет. Но не сетевая розница осталась, она остается, она кучкуется, она ассоциируется, она должна остаться. Вот, хотя ее тоже в оптом и в розницу покупают сети разные, разноформатные. Поэтому есть рынки, допустим, у нас есть Кавказ, у нас есть Дальний Восток, у нас есть Москва, кстати, то есть, в общем-то, далеко не сетевый город, здесь 25-28% все еще на рынке люди покупают. То есть, Москва, это не лидеры вот сетевой торговли в России. Ну, это ты аполитично рассуждаешь, тут я цифры там смотрю. Нет, 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 а что цифры? Надо смотреть не на цифры, а пойти посмотреть, поглядеть, где люди отовариваются и покупают. Вот, это не есть хорошо или плохо, это факт. Поэтому для нас важно, чтобы были все и была конкуренция. Это ключевое. Алексей, для тебя, вот в твоей структуре сбыта, скажем, сети, не сети, как? Ну, у меня где-то сетевой продукт, 80% продаж-то сети. А связано просто, скажем так, с высоким ценовым сегментом или с чем? Или с системой дистрибуции? Ну, тут не только высокий ценовой сегмент, в том числе, но еще то, что нашему товару требуются специальные условия хранения. И если они будут нарушены, то, естественно, продукт просто пропадает. Ну, да, согласен, потому что все-таки у Валеры немножко попроще. Тебе холодильник не нужен. Не надо, да, это холодный склад. Ну, тем не менее, все равно 20%, я так понимаю, остается, там, дистры и свои свободные рынки. Да, да, смотря какая продукция там на рынках, в принципе, продается, если хорошие рынки, почему нет. Вот все очень часто, я думаю, что, напомню, те, кто не знают наш сайт финам.фм и забыли наш телефон 651099.6, сейчас начали бы тебя пинать, как производители сыров, сказали бы тебе. Ну, вот что вы рассказываете, Алексей, ведь белорусские там товары, в данном случае сыры, они же лучше, они лучше. Нет, белорусские сыры на самом деле хорошие. Они чем? Почему? И почему они лучше? Почему? Кто говорит, что они плохие? Нет, почему они лучше, скажем? Почему они нравятся людям? Потому что ты производишь ПТУ. Нет, ну, во-первых, там, на самом деле, в Белоруссии, там же, как бы, государство это все контролирует, там цена на молоко ниже, и там, кстати, процент фальсификата, я думаю, минимальный в Белоруссии. Вот, поэтому они, в принципе, неплохие. Там государство именно инвестировало большие деньги в строительство заводов, там хорошие технологии. Касательно твердых сыров, там вообще все в порядке, то есть, это, как бы, совершенно отличается от России. Ну, то есть, отличается, по сути дела, там производители, в общем, получается, как у Христа за пазуху, а ты отпущен на свободный выпуск. Ну, там они и государству принадлежат все производители, и, как бы, там, президент чуть ли не лично этим занимается. Поэтому, естественно, там вопрос этот лучше контролировать. Поэтому ничего удивительного нет, что они считаются неплохими сырами. Скажи мне, значит, это правильно я понимаю, что вывод такой, что надо, чтобы ты принадлежал государству, и тогда у тебя сыр будет. Ну, если вы в Белоруссии, то да, если в России, то наоборот все. А можешь по-другому, Дмитрий, дело в том, что не обязательно сделать, как в Белоруссии. Я же стараюсь подвести, чтобы вы сделали этот вывод. Нет, а мы вот, я сейчас вспомнил одну фразу хорошую, а может быть сделать, как во Франции, где любой президент Франции обязан раз в месяц встречаться с президентом Ассоциации Хлебопека Франции. Притом, это уже делается в течение последних 150 лет. Поэтому я хочу сказать, что не надо быть, надо просто встречаться, общаться с первым людям, с людьми, которые это делают. Я сейчас тебя прерву, у нас есть слушатели. Михаил, доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте, ведущие, участники, радиослушатели. Я хотел бы пару слов сказать по поводу работы с сетями. Я начинал, в общем-то, работать с сетями в качестве поставщика. С тех пор, как они начали входить, весь ритейл, в Россию, когда никто не знал, как это шло. И вот мое личное мнение, был всплеск, скажем, до 2007-2006 года, когда это было очень выгодно, когда сети, особенно международные, нащупывали, так сказать, поставщиков, прощупывали рынок за счет внутренних поставщиков. Потом они рынок прощупали, перешли на свой, так сказать, импорт собственный. Стали сами все завозить и многое сами стали. Много чему научились за наш счет. И последнее, в общем-то, считаю, такая тенденция, что многие поставщики с сетей стали от них отказываться, потому что, ну, поначалу многие вот эти вот ретро-бонусы были вообще очень непрозрачные, в договор завуалированных, так очень основательно потом, бац, там, надо выплатить сток, сток, сток. Ну, ладно, этот таб прошел, да, как бы. И чем дальше, тем это становится менее выгодным для поставщиков, в общем-то. И еще такой момент, скажем, на определенном этапе, сеть начинает очень серьезно так руки выкручивать. И иногда выгоднее иметь много-много мелких, так сказать, покупателей по стране, да, скажем так, чем двух-трех крупных таких ретейлов, да, так сказать, международного формата. Потому что с ними заканчивается, допустим, сотрудничество, и бизнес там на 20% падает. То есть вот такое вот мнение. Спасибо, спасибо, Михаил. Ну, собственно говоря, на... Правильное мнение. Да, Валер, с тебя и начнем. Нет, ну, ясно, не кладите ей яйца в одну корзину, абсолютно четко. Конкуренция должна быть и среди сетей. Сети разные, как мы сказали. Вот, при том, международные не самые пушистые. Вот, более того, когда у нас был конфликт, мы не называть не будем здесь брендов, ну, в смысле, этот кризис, да, там, то международные сети показали не самую, так сказать, лучшую сторону своего вопроса. Вот, поэтому как производителю нужно быть везде. Ну, я так думаю, конечно, Алексею сложнее, действительно, что продукт требует какого-то спецхранения, да, и выкладки правильные. Нам проще. А, Алексей, у тебя каково мнение? Потому что сказал наш Михаил, слушайте, любимый. Ну, у меня мнение, что без сетей никак, да, это, в общем-то, современный формат торговли, и как мы его, там, ругаем, не ругаем, там, мы удивляемся, там, наценки. Я тоже удивляюсь наценки, да, там, вот, допустим, вы говорите, там, 50% доходов. Есть такие сети. Я вчера пригласил сеть достаточно крупную и дистрибьюторов, потому что мы сами в сеть не поставляем. Я говорю, ребята, вы, как бы, размер-то знаете, наценка 143%. 143% от того, что мы продаем, и то, что на полке. Я говорю, ну, мы, во-первых, это, ну, некрасиво, да, все-таки, там, ту продукцию, которую мы продаем, моцарелла, да, это все-таки не должно, как бы, золотой быть, да, но это продукт питания, да, поэтому, да, на молоке, там, на хлебе ничего не зарабатывают, но вот на таких продуктах, там, наценки делают очень хорошие. Ну, компенсирую, я так себя понимаю. Они говорят, сеть, говорят, это дистрибьютор, дистрибьютор, говорят, это сеть, вот, и так далее, вот, но правда в том, что у сетей своих забот хватает, и глобально я верю в том, что там есть конкуренция, поэтому я бы в этот рынок, кстати, особо бы не вмешивался, потому что вот эти все вмешательства, они только ухудшат ситуацию, вот, куда нужно вмешиваться, это где действительно есть монополия, здесь есть конкуренция, да, и так или иначе, эта ситуация там выравнивается, там, есть глобальная проблема, это низкая производительность труда, причем на всех этапах, начиная там от ферм и вот в нашем, так скажем, производственном бизнесе. И риттео, да, вот, там проблемы с инфраструктурной проблемой, проблема с отчетностью, да, и вот эти все вещи, они неорганизованы, они действительно увеличивают цену, потому что, ну, людям приходится платить за то, что они бы не должны платить, да, вот, поэтому здесь ситуация такая действительно сложная, ее вот так просто не решить, как у нас в России там любят найти виноватых, да, давайте искать виноватых, а это неконструктивно. Надо понять, что делать. Ну, это я всегда говорю, что да не вопрос, говорит, давайте сделаем государственную торговлю, ну, в общем-то, у нас... К этому все и идет. Нет, ну, у нас уже... В какой-то части. Дело в том, что у нас уже этот эксперимент произошел, напомню, что Сбербанку, то есть государству принадлежала сеть Мосмарт, государству принадлежала, если мне не изменяет память, сеть, часть сети Вестер и принадлежала сеть, по-моему, Холидей или что-то там вот... Нет, Михаил... Забыл уже название, что-то было такое, тоже как раз за Уралом. Напомню, уважаемые мои любимые радиослушатели, наша тема ритейлером запретят брать дополнительную плату с поставщиком. Мы обсуждаем, собственно говоря, как это повлияет в том числе и на вас, как на потребителей, снизится ли от этого цена, от того, что наши властители дум порегулируют. Кто у меня в студии, вы не переключайтесь, я вам сообщу после рекламы. Итак, мы продолжаем. Я Дмитрий Потапенко, программа «Мое дело». У нас, напомню, совет директоров, напомню, кто у меня в студии. У меня Дмитрий Парфернов, коммерческий директор сети и супермаркетов «Алми», Алексей Мартыненко, генеральный директор и владелец компании «Умалат» — это сыры, и Валерий Покорняк, генеральный директор и основатель и основной совладелец фирмы «Алтан». Если кто не знает, то это, вообще-то, весьма недурственные макароны. То, о чем мы, куда ушли до рекламы, мы начали обсуждать все, что связано с издержками, с энергетическими, неэнергетическими, то, о чем говорил Алексей. Дмитрий, к тебе сразу вопрос. Вот мы с тобой в первой части так коротко затронули как раз подключение ко всяким сетям и всему остальному. Сколько, если знаешь, стоит открыть магазин в России? И можешь сравнить, сколько стоит открыть магазин в Беларуси, если знаешь? Ну, по-разному стоит открыть магазин. Средний арифмитив, я понимаю, средний по больнице, понятно. Ну, я думаю, что где-то порядка. Ну, давайте вот как бы уже конкретно, да, если это о чем-то говорит. Как вы думаете, сколько стоит? А, ну, ты-то не знаю. Да, меня нельзя, меня нельзя спрашивать, я тут ведущий. Да, ну, хорошо тогда, к производителям. Как вы думаете, сколько стоит вывеска на магазин? В Москве? Да, просто вывеска. А, в смысле, изготовление? Да, изготовление вывески, вот чтобы она горела, чтобы на ней было написано. Чтобы было написано «Алми». «Алми», да, там, 24, две циферки по бокам. Валер, ну, по Барнаулу это, наверное, так, я думаю, ну, 1150, наверное. Миллион. Опа. Кошмар. Ну, и вот, соответственно, ну, еще вопросы есть? Нет, ну, все, отжимаемся. Вот, это нормальная вывеска из композита, как бы красивая, симпатичная. Вот, собственно, и все. И дальше просто это, берите калькулятор, прибавляйте, прибавляйте, и цифры, я думаю, удивят всех. Вопрос с сайта, напомню нашим уважаемым радиослушателям, кто забыли, у нас номер 65 10 99 и 6, это наш телефон 65 10 99 и 6. Легко запоминать, 65 понятно делится на что, 10 понятно делится на что, а 99 и 6 это та волна, на которой вы нас слушаете. Вопрос представителю «Алми». Два раза была в вашем магазине на новых черемушках, и оба раза что-то из товаров не пробивали, какие-то из товаров не пробивали. Знакомые, которые живут рядом, сказали, что так всегда. Это что, ваша фишка, Дима? Нет, ну это не наша фишка, здесь просто вопрос к магазину на новых черемушках. Это магазин, который был открыт в декабре прошлого года, ну то есть буквально там пару месяцев, и, соответственно, та команда, которая там работает, она еще, скажем так, не обкаталась, не притерлась. Жаловаться есть куда, скажи мне? Есть куда жаловаться, я сам разговариваю с покупателями, мне регулярно звонят, то есть я открыт для общения, любой покупатель, которому что-то не нравится. Вот писала Вероника, уважаемая Вероника, отвечаем на ваше письмо и вашим знакомым, которые живут рядом. У меня в гостях Дмитрий Парфенов, коммерческий директор сети супермаркетов «Алми». Как он утверждает, не знаю, что в магазин, в ребята там еще команда не налеталась. И не сомневаюсь, что Дмитрий ответит на ваши вопросы, что называется, и живьем. У них есть и сайт, насколько я знаю. Да, через сайт можно. Да, и горячая линия, насколько есть такая тема. Окей, все, будешь теперь отбиваться. Алексей, к тебе вопрос. Претензии от покупателей по вкусу сыров больше становятся из года в год или меньше? Потому что, опять-таки, мы сейчас оставим ритейл, который гнобят регулярно. Претензии, в смысле, на качество продукции? На качество продукции, конечно. И на вкусовые качества. Мне всегда говорят, знаешь, вот эта фраза, при советской власти, ну и дальше понеслась. Вот при советской власти, ты что, вот ты изменил технологию, почему сыр был при советской власти? Как сыр. А сейчас ты выпускаешь, ну, бип. Да, на самом деле, при советской власти моцарелло не было. Было масло, было масло. Кстати, у нас уникальное масло, которое, вот технологию мы не меняли, там, 30 лет. И вот мы сейчас продаем ее, так скажем, брендировали. Вот, если честно, я там оставляю свой мобильный телефон по вопросам качества. То есть даже до такого? Ну, да, просто потому что, ну, во-первых, я считаю, что я должен отвечать за качество, да, это как бы принципиальный момент. Вот, но звонков нет. То есть... Да ладно, то есть... Ну, как бы у нас... Телефон неправильный. Телефон правильный. Алексей, мы, слушай, мы были люди... Сейчас будут звонить. Красивые девушки, если вы хотите познакомиться с красивым миллионером, вы можете купить пачку масла. Леш, я тебя продал. Не забудь. Не забудь, кто тебя продал в эфире. Не, ну, я только по вопросам качества буду с ними разговаривать. А вопрос качества тоже в этом смысле. Я могу сейчас пока отвечу, да, вдруг там будут сейчас звонить на мобильный телефон Алексея. Дорого очень стоит, 480 рублей. Поэтому не звонят. Вот, а у нас, я просто сразу хочу поставить на место точки, да, в нашей промышленности в советское время, дело в том, что макарон это очень просто. Это прессование формы некое и сушка. Так вот, линии макароны советские в советское время, соответственно, они могли рассчитывать на два стандарта. То есть они могли сушить. Это абсолютно точно по ГОСТу макарона и порох. Поэтому, реально, абсолютно двойного назначения. У нас все было двойное назначение, то есть мы попадали именно в прямом смысле вот в категорию предприятий, ну, можно сказать, ВПК, значит, в случае, если мы сушим порох. Поэтому о каком качестве говорить, значит, я не знаю, что там было, я здесь самый старший, вот. Ну, поэтому... Ну, не было никакого качества, значит, абсолютно. Я переброшу этот вопрос к тебе, понимаешь? Вот, согласись, согласись. Прямо ли я из Сибири, значит, там у нас все было по карточкам, в общем, до определенного времени. То есть только в годы там, вот, когда нефь поднялась там в 70-е, чуть полегче стало. Потом опять до 70-х были карточки и после 70-х. В Сибири было все тяжело. Кроме закрытых городов военных, да. Поэтому, конечно, оборудование было очень неправильно. И я говорю, даже вот, как в нашем случае, двойное значение. Порох либо макарон. Ну, понимаете, разница абсолютно разная. Ну, существенно. А сейчас, я надеюсь, ты построил вот та фабрика, та красота, которую я видел, она, надеюсь, не двойного значения. Нет. Патроны не изготавливаешь? Нет, мы порох, да. Поэтому, конечно, нет, это все вранье. Сегодняшняя пищевая промышленность и практически, ну, во многих отраслях, от молочки, там, мяса, значит, нас, конечно, это в основном высококачественное оборудование. Здесь, конечно, некие проблемы у нас свои определенные. Ну, конечно, это небо и земля. То есть что было в советское время, это абсолютно... Замечу. Другое качество. Об этом говорит Валерий Покорняк, генеральный директор, основатель и основной совладелец фирмы «Алтан», производящий макароны. Человек, который перестроил старую советскую фабрику, где выпускает макароны и по сей день. Фабрика новая, мельницу перестроили. Да, мельницу перестроили. То есть, вот утверждение, ребята, не более чем голословное. Вернемся к нашей раковой опухоли Дмитрию Парфенову, коммерческому директору сети супермаркетов «Алми». Ну, у нас я... Это же уже просто, что называется, некий такой брэ. Я привык, на самом деле. Ты знаешь, я тоже. Я уже даже... Я уже не возбуждаюсь даже, наверное. Да, это уже мы как, к сожалению... Это в том-то все, к сожалению. Коллеги затронули перед тем, как мы ушли на рекламу, проблемы персонала. Какова она сейчас? Это проблема номер один. Скажем, вот если мы говорили, что сложно открыть... Леш, у тебя. Ну, у них понятно. Ранжировать? Да, проблема номер один. Номер один. Номер два и номер три. Понятно. Продолжайте, коллега. Вот. Это проблема номер один. Если мы говорили о том, что открыть магазин сложно в плане техники, да, оборудования, помещения, электричества, то укомплектовать его персоналом, адекватным персоналом, это просто практически невозможно на данный момент. То есть людей, которые хотят работать в этой отрасли за те деньги, которые мы можем платить, да, чтобы там в правом нижнем углу оставалось 2-4%. Нет, а сейчас я тебе от националистов подброшу вопрос. Я тебе от националистов... Я представляю. Да, а чего ты? А ты плати грузчику... Я приведу абсолютную цифру, сколько я плачу. 20 600 рублей. То есть это я когда говорю буржуям своим, они говорят, как, вы платите грузчику 700 долларов? Я говорю, да. А у нас просто ниже не идут. И то идут вот те самые национальности. Так может быть, я вот тебе от националистов... Так и с национальностями это проблема. В последнее время вы уже в курсе, что устраиваются какие облавы. А если раньше мальчики приходили с камерами, да, и поросяты искали просроченные товары, то другие мальчики сейчас приходят с камерами и ищут нечто другое в наших магазинах. Ну так надо, может быть, платить больше этому грузчику. Там не 700 долларов, а 2000 и пойдут... Знаешь, иногда доходит до банального, ты готов платить некому? Не хотят. Не хотят. То есть люди... У нас же работать надо, понимаете? Розница... Удивительно. Это весьма сложный бизнес. Я не знаю, как потребители представляют на себе. Валер, ну и у тебя тоже бизнес, знаешь, тоже непростой. Но это очень сложно. Вот эта цепочка, да, мы последнее, скажем, звено в этой цепочке, это весьма сложно. То есть мы имеем там в магазине, скажем, где-то там около 6500 СКЮ ассортимента, да. То есть вот надо понимать, что каждую вот эту штучку нужно принять, нужно завести в базу, нужно выставить на полку, потом пробить. Но это колоссальный труд и это очень сложно. И качество людей... С претензиями тех самых возбужденных покупателей, которые считают, что их всегда обманывают. Да. Ну здесь мы, кстати, еще вот мы обсуждали это, мы упустили еще в нашей цепочке такое звено, как дистрибьюторов. Их так упоминали очень вскользь. Но на месте наших законодателей я бы еще и туда нас засунул, потому что получается такая ситуация... Дим, лучше не надо, лучше бы они... Не подсказывайте. Не подсказывайте. Неправильный вопрос. Я не понимаю, почему-то мы крайние все время производители и конечные продавцы. Еще там есть много ребят, которые... Ты знаешь, я всегда предлагаю ребятам, чтобы они, эти все наши законодатели, отправились на какой-нибудь остров, а мы им дань будем туда за 300 лет просто в чемоданы привезти и проще будет. И вот в этой связи еще хотел бы сказать, мне вообще непонятно, если уж вообще возвращаться к теме нашей беседы, вообще непонятно, это маниакальная страсть регулировать торговлю. Ведь розничный бизнес, он, скажем, ну это лично мое мнение, что это наиболее саморегулируемая отрасль у нас. То есть я должен продать банан сегодня желтого цвета, без крапинок, да, вот именно не зеленый, не коричневый, а именно сегодня желтый по актуальной цене. Если я его сегодня не продам по этой цене, ты понимаешь, что с ним будет завтра. Это правда. Что меня регулировать? Оставьте меня в покое. Я тебе могу сказать, что я как покупатель и ритейлер тоже, я, например, люблю бананы гнилые. А я зеленые, кстати, люблю. Но мы сами это не продаем. Леш, тебе, вот ты владелец компании, в общем-то, практически интеллектуального продукта, ну у тебя явно нет проблем с персоналом. Почему же ты про персонал-то говоришь? Ну у него понятно, с ним все. У меня нет проблем с персоналом. Ну у тебя должно быть, у тебя зарплаты высокие, у тебя там оборудование, то есть вот я вот смотрю первый канал ТВ, и я там смотрю, рабочие, серьезные, в спецовках. Я так понимаю, что у тебя должна быть очередь, наверное, на работу устраиваться. Знаете, я на самом деле, если бы вы знали мои проблемы с персоналом, то ваши бы показались мелкими. Да подожди, ну как же, ты же производитель. Да, потому что одна есть простая вещь, да, что у нас завод в городе Севский. В Севске 6 тысяч населения. Я вас уверяю, что проблем с персоналом Москве в принципе быть не может, потому что здесь там миллионы. А в Севске, где 6 тысяч населения, из которых там в основном бабушки или дети и так далее, там даже рабочих трудно найти. Несмотря на то, что мы действительно платим там высокую зарплату, вот, и это действительно проблема. Вахтовым методом решаешь. Да, там вахтовым методом, да. И поэтому, поверьте мне, что в Москве, да, может быть сложности есть, особенно большое количество, да, но вы находитесь, человек там работает, да. А в таких городах это совсем сложно. Ну, у нас тоже самое. Там мотивация. Значит, если у них 6 тысяч, у нас это 11 тысяч. Поэтому, в принципе... В Барнауле или вы не в Барнауле? Нет, мы в Барнауле, да. 7,5 гектара, это комбинат. Конечно, это сельская местность, это Поспелех, это юг, Алтай. Ну, в любом случае, это 11 тысяч. Поэтому, в принципе, у нас еще был переток с Казахстана, вот, лет 7 назад. А мы как бы вот воспользовались вот этим... Ну, сейчас Казахстан, так сказать, навел порядок, и люди тут не уезжают, а наоборот стали даже возвращаться. Вот. Поэтому мы как-то... А так проблема, конечно. Но тем более Сибирь, она, в общем-то, если не знать, она вымирает. То есть у нас рождается меньше, чем... К сожалению, знаем. Итак, коллеги... Поэтому еще хуже ситуация. У нас, в общем, время подходит к концу, и я все-таки нас верну к той теме, которая была. Ритейлерам запретят брать дополнительную плату с поставщиков. Ну, как обычно, у нас это благое намерение. Оно вот... Что написано? Что это позволит селькоз-производителям легче входить в розничную торговлю и, соответственно, как-то там продвигаться. Коллеги, очень коротко. Алексей. Позволит ли там ограничение наценок, бонусов легче продвигаться в розничной торговле? Неважно, сетевой или не сетевой. Ну, у нас же, как всегда, хотели как лучше, получится как всегда, и это уже ясно. Ну, ты же производитель тоже должен запинать торговлю. У тебя есть шанс уникальный в прямом радиоэфире сказать, ну... Нет, я этого не буду делать, потому что это, я считаю, полнейшая глупость, и этого не нужно делать, и не нужно вообще вмешиваться в это дело. Заметьте, уважаемые радиослушатели, Алексей Мартыненко, генеральный директор и владелец компании «Умалат». Он не мой друг, что называется, мы с ним не брать. Я его провоцировал, я дал ему возможность, он этого не сказал. Дим, ну, вот тебе коротко, там, две, десять секунд. Да, и я десять секунд вообще могу сказать очень коротко. Я в закупочном бизнесе, ну, в ритейле где-то с 2000 года, и всегда был закупщиком до коммерческого директора. Коротко, я за все эти годы ни одного крестьянина у себя в офисе не видел. Подозрительно. Валер. Я считаю, что любое регулирование именно такое, значит, с точки зрения наценок и так далее, оно несправедливо, неправильно и не принесет того, что мы хотим. А именно, чтобы цены в магазинах были невысокие, чтобы было там хорошее качество обслуживания и так далее. Поэтому будет ни производитель, ни ритейл, тем более. Одни проблемы. Уважаемые, любимые радиослушатели, вот у меня было три гостя, я добавлю свою, что называется, ложечку меда. Да, вот реально, не тем занимаемся. Вот конкуренция, надо создавать, задача государства создавать конкурентные условия, чтобы конкурировали и ритейлер, и производитель. И тогда в рамках конкуренции мы будем, как ритейлер и производитель, давать качественный продукт, конкурируя, выдавливая некачественный. Это очевидно. А вы должны ногами голосовать, ходить в хорошие магазины и покупать хорошие продукты. Ну, а пока, пока. Продолжение следует...